Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Итак, рассмотрение прошедшего дня. Номер 63. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 12.06.2016 года. Ну, кто говоришь, все в ральше звучало. Вопросы задавайте, пока есть возможность. Рассмотрим их. И далее. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанной в свои дневники 2 марта 1917 года, в день отречения престола. Говорят, вот вы начинаете, одно и то же у вас. Ну, одно и то же заголовок. Книжка-то, если одна и та же идет, она в каждом и... Но это не одно и то же. Потому что многие этого не знают. Вот как ему было тяжело, когда там Виталий и Шульгин приехали, принимали от него это отречение, как он звонил. Надеялся, его поддержат там родственники. Никто. И он понимал, какая причина. Почему требует, чтобы он ушел. Из-за этого они не видели, ни один человек не видел, что будет дальше. Только один человек видел. Григорий Пимович Распутин. Самая оболганная личность, может быть, за тысячу лет. Направленная. И здесь говорится, причина какая, крушение всего. Вокруг, кто кругом, измена. Изменники. Вчера разговаривали, были хорошие отношения, ходили вместе в Дом Божий. Не враг поносит меня, а с которым были мы вместе, разговаривали. Вот сейчас больше всех буйствует священником, он называется, Дудин Сергей. Полное безумие. Совершенно Бог отнял разум, крышу снесло. Гоняется за каждым роликом, кто со мной, на кого я ссылаюсь. Он обязательно к ним приходит и начинает заливать грязью меня, чтобы со мной не знали. Обезумел полностью человек. Помолитесь о нем. Сергей, по-старковному Сергей называется. Да даже что было? Собирался сюда приехать было. Где, в каком месте подкусил сатана? Самое негодное сатана выдвигает сегодня на священнические посты. Еще хуже, если это связано как-то с миссионерским отделом. Придумали какой-то отдел миссионерский. Они там просто ошалелые. Вот я скажу, что у них самое главное. Это, как Чехов говорит, звенящая пошлость. Бездарность, бесталанность, злоба, мстительность, преследование, доносы. Это все в них. Измена, трусость. Самые трусливые туда идут, в эти отделы. Свирепые. И они ничего не могут с собой сделать. Как отойти от этой должности? Незаконно рукоположено до 30 лет. Незаконно. 6-й вселенский стабор, 14-15 правила. Вот где корень. Так царь-то про это знал, кого толкал. Царь назначал епископом, кому быть-то. Вот теперь за все пришлось отвечать. Измену, в первую очередь, он сделал. Ну и трусость, трусость какая была. Боялся. Я говорю, а почему царь курил-то? Ну, знаете, он среди офицеров был. Он все-таки офицер. И чтобы вроде не оттолкнули его, он тихо, как все. Да кто царя оттолкнет-то? Какое объяснение? Другое объяснение мне не дали за рубежом. С папиросами так и был расстрелян. Ну, ладно ли это? Для меня он святой мученик. Ну и дальше. Я не бываю нигде больше, как только в моем мире. Наш сайт, форумы YouTube. А многие пишут ВКонтакте. Там модераторы работают. Моя страничка Фейсбуки, Твиттеры, живой журнал. Что-то это нету. Но меня там нигде нет. Я вообще там не бываю. И поэтому они видят вопросы, перекидывают мне на форум. Я отвечаю, а они обратно не стоят. Чтобы этих перекладных не было. Вот здесь написано. Считайте о чем. Чтобы сами заходили и писали. Ну и объявление. По одному ролику брать и дать краткое содержание. Я покажу, как делать. На какой минуте что говорится. Я не успеваю. Мне это невозможно. Я каждый день провожу 14-16 часов за компьютером. Вот сегодня я встаю на полтора часа раньше, чем наши люди. Сегодня сказать, вот, показать. Сейчас в 6 часов уже 19 минут. Мы помолились. И сегодня с нами Гликерия. Вот она сидит. 5 часов сейчас. А? 5 часов сейчас. А, 5 часов. 5. 5 часов. Вот тут неправильно есть, да? 5 часов сейчас вот 20 минут. Она с нами помолилась. И когда поминаем утром всех святых. Ну, кто там? Игнатий, Никита, Владимир. Сегодня и Гликерия поминалась. Вот она сидит. Это собачка. Тут отзывается. 2 года, 4 месяца. И она поет, молитвы считает. Это Надежда Васильевна, говорит, педагог такой. Подойди маленько. Не, хоть покажись. Хозяйка. Вот она где. Ты ее не заслонила. Вот сюда маленько. Вот. Она с нами молится вместе, пришла. А теперь можно поиграть. Дальше смотрите, что есть. Как это делать. Вы тормозните всегда и дальше почитайте. Ну, и дальше считайте. Так, все, сейчас не разговаривать. Сейчас тихо. Так, чтобы она не разговаривала. Не мешала. Пошли дальше. Что за ним нам написали? Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Когда слышал, что вы в роликах говорите о том, что хулители рыскают по вашим друзьям, признаться полагал, что речь идет все же о каком-то частном случае. Но сегодня убедился в обратном. Не пишут. Сергей Дудин. Доброго времени суток. Вы не против беседы? Но только сразу оговорюсь, я против того, чтобы на нашу беседу перепостили Игнатию Лапкину. Хотелось бы с вами поговорить о монашести. Не против? Главное, сам женатый. Женатый Юрий с ребятишками. То есть они считают, я монашесть, я говорю неправильно, и на это меня загнобить, и Юрия отвратить от нас. Это преподаватель Красноярского университета, Красноярской академии. Мирские эти такие. И ведет занятия при епархии с двумя группами, катехизаторские курсы. Ему нужно сейчас, как он отвечает, я уже знаю, что он дальше будет делать. Я знаю, что будет он делать. Такую подлянку везде делает. Остановить его Господь пока не останавливает. Видимо, приготовил еще для чего-то. Он еще ничего не понимает, человек этот, что ему уготовано за эту вот эту звенящую пошлость. Слово сказать, попутно. Вот кто-то говорит, я учитель истории, вообще не признаю эту специальность. Прочитайте 82-й псалом. Давид поэт, царь. Какое знание истории? 82-й псалом Давида. Прочитайте. Как он перечисляет по именам народа, где, у какого потока война шла. Вся история. Это должен каждый знать, а не специальный преподаватель. Дальше. Игла. Если человек обманывает и раз, и два, и сто два, то зачем встречаться с ним, зная, что он коварен и ищет угодного дьяволу дела. И тому подчиняет свой ритм, поступки. Это я говорю как раз о том, который зашел к нему. Таковых нужно отвращаться, как скверные, и не прикасаться даже одеждой их, оскверненной плотью. Вы даете ему от ворот по ворот, и освещаете место святой водой, где настоял этот сквернавец и лицемер. И что он? Он тут же начинает изливать желчь своего, повращенного грехом ума, на твою работу. И слать пакостные письма к Симу, начальству, чтобы тебя изгнали из университета и с работы с людьми в епархии. Так поступили они с дьяконом Андреем Кураевым. То есть сразу же, сразу бросается бешено и туда, он не понимает, что сеешь, что и пожнешь. Это с ним будет-то? Это он пишет биографию свою для вечности. Это сыны дьявола, сатанинское сборище, патриархийное кодло. Не может поступать иначе, потому что дополняет меру своих отцов-изменников. Таковы были у иудеев вокруг апостола Павла. А дальше отмечаю по слову Божьей. Смотрите. Иезекииль 20.30. «Посему скажи Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себе по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли след мерзостей их?» Матфея 23.32 «Дополняйте же мир отцов ваших, змеи, порождение ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Книжники. В положительном смысле книжники-то. Бог посылает их. Не семинарии, которые кончают. Кому Бог открыл истину свою. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». «А можно было, чтобы не пришло, прошло мимо, не придет. Как везде все говорят, что этот 2016 год просто так не пройдет. И здесь будет такое, что им ни до нас, ни до кого не будет. Они как пыль, вихрь и ветер будут». «Подобное было и с Александром Андрусенко. Когда его священник хотел прижучить в епархии при архиереи, Александр сказал, что все будет записывать на видео и отошлет Игнатию». «Это Димитровград, кажется, Ульяновской области. Он принимал крещение, за крещение преследовали». «Они мгновенно отхлынули от него и затаились по нормаспидов. Бесталаны, мстительные бездарности. Вокруг них после сухих костей...» «Поля». «Вокруг них поле сухих костей и горы трупов, погубленных ими. Слепцы и развратители». «И дальше я даю стихотворение одно, написанное в позапрошлом столетии». «Плещеев Алексей, лжеучителям». «Лжеучителям». В первую очередь это священникам. «Жрецы греха, пороки тьмы, напрасно вы постыдной ложью. Затмить хотите правду Божью, сердца опутать и умы». «Какие слова?» Это прямо почти 99% священников, которые этим занимаются. «Бессильны злобы и ухищрения, бессильно жало клеветы, Свободы пылки и мечты, к облагу честные стремления. Вам не убить. Года пройдут, и лжи замрет бесследно голос. Сдерно добра даст пышный колос, а ваши плевелы сгниют». «Это к коммунистам, к фашистам, ко всем врагам Божьим». «Или ослепленным вашим взором, заря иная неясна, Вам дела нет, что племена, покончив с вековым раздором, Друг другу руки подают, что столько свергнуток у миров, И что сильнее всех сильных мира стал мысли животворный труд. «Вам дела нет, но частно станет, жрецы греха, пророки тьмы, И человек, как от чумы, от вас с проклятием отпрянет, И вы с позором на челе пойдете ужасом объяты, Как древле брат убивший брата, искать приюта на земле. 27 февраля 1862 года. И имена их презирать своих детей научит мать». Вот как, вот что их ждет. «Жрецы греха, пророки тьмы, Везде деньги, 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 деньги. Благословенные Божью десятину святую изгнали, А установили вертеп разбойников, торговля. А была бы десятина, ничего этого не надо, она все покрывает. Уберите торговлю, храм закрытый будет, ничего дальше не будет. Сделайте, чтобы была эпитемья. Полностью устранили поместный собор, Врачу архиерейско-служенников, скажет то и до. То есть какой-то гомик там, прикрывшийся формой, Золощённой одеждой, заменит собор? Вы в уме или нет? Что вы делаете? Разрушители православия. Юрий Соболев, благодарю за наставление, Игнатий Тихонич. Прежде сразу так и ответил, Что на таких условиях не может быть никакого общения. Я дальше отвечаю ему. Исай 29.9. «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других, И сами ослепли, они пьяны, но не от вина, Шатаются, но не от секьеры». То есть они всё время ослепляют людей, Библия не подпускают. Вот посмотрят священники, отвечают от собственного шрева. К Библии не приходят. Вот ответ, где искать надо. 2 Коринфянам 3.14. «Но мы их ослеплены, Ибо то же самое покрывало до ныне остаётся Несняты при чтении Ветхого Завета, Потому что оно снимается Христом». С Христом встречи не было. Семинария была, с Осипом встречались, А со Христом даже не слышали. 2 Коринфянам 4.4. «Для неверующих, У которых Бог века сего ослепил и мы, Чтобы для них не воссиял свет благовествования О славе Христа, Который есть образ Бога невидимого». И Еремея 9.5. «Каждый обманывает своего друга, И правды не говорят, Приучили язык свой говорить ложь, Лукавствуют до усталости». Ветх, ответ какой? Ты считаешь, и ты прилипаешься к Слову Божию, К Духу Святому. Ответ давать по Библии. Я не нахожу вообще таких, Кто бы давал ответы по Библии. Вообще, как будто их нету. Они не знают Бога, Не любят Библию. Духовного рождения не было. И поэтому вот такое развало Поля сухих костей. 2 Фессалоникинцам 2.16. «Который препятствует нам Говорить язычникам, Чтобы спаслись. И через это Всегда наполняет меру грехов своих, Но приближается на них генер до конца». Препятствует говорить. Я скажу еще дальше про это. Михей 3.5. «Так говорит Господь на пророков, Водящих в заблуждение народ мой, Которые грызут зубами своими И проповедуют мир. А кто ничего не кладет им в рот, Против того объявляет войну». Понятно. Вот как будто сегодня утром сказано. Слово Божие живо и действенно. Галатам 5.15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, Берегитесь, Чтобы вы не были истреблены друг другом». Такое, чтобы ненавистные, свои, Какой-то имам преследовал. В интернете нигде не найдешь. Чтобы какой-то там мула Или еврейский раввин преследовал еврея. Это вообще нигде. Это только вот эта бешеная стая. Лютые волки, нещадящая стажа. Иса 59.4.8. Ну здесь прочитайте. Вот посмотрите, сколько здесь говорится. Дальше и последнее какое. Юрий Соблиев, Сергей Дудин. Доброго времени суток. Вы не против беседы? Нет, нет. Это было. Все мы ревем, как медведи. И стонем, как голуби. Ожидаем сюда и нет его спасения. Но оно далеко от нас. Ну вот перед ведущим вот какое было. Прочитайте. Затормозите и прочитайте. Дальше. Сергей Юрий Соболев. Да что он переписывался уже? Дудин ему пишет. Доброго времени суток. Вы не против беседы? Но только сразу говорю себе. Мы это уже говорили. И дальше. Ответ. Добрый день. При таких условиях я против беседы. Сергей Дудин. О, значит вы во всем действительно докладываете Игнатию Лапкину. Очень жаль. Спасибо с Господь. Юрий Соболев. Если вы способны на жалость, то пожалейте. В первую очередь себя и свою паству, батюшка, которые вы отравляете ложью и клеветой. Да уразумит вас Бог. А то не думал, что она рвется на такое. Я отвечаю. Игла. Перешли этому лютому бешеному волку, камуфляжной формой душегубца, слова Духа Святого. Матфея 23.15. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делайте его сыном Гиены вдвое худше вас. Это истинно так. Они в заслугу себе ставят, что человека куда-то... Вот они в расколе, а человек боится раскол, что такое, он не знает там. Такая вера у него. Все, человек потерял, а дальше они его не знают, а он не нужен им никуда. Почему? Делается сыном Гиены. Деяние 13.10. И сказал. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой неправды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Мне говорят, не обращайте на это внимания. Как не обращать? Он рискает. Вот сколько у меня есть друзья. Он смотрит, кто сегодня был. Буквально всех заливает грязью. Он ненормальный человек-то. Ему какое дело до этого? Какие у меня друзья? Нет, ему надо бегать везде. А что у него там делается дома, в душе? Ему это нет дела. Он не может остановиться. Это сосуды дьявола. Деяние 17.13. Но когда писалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Вот так. Он точно так же делает. Вот куда попадает. Галатом 4.17. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Это было все. Иван Глитрия Тиана 8.44.12.12. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему остается... Эта ярость он через кого-то изливает. Избирает от священнослужителей или только под именем. Может быть, он давно извергнутый. Сырахов 12.10.14. Не вей врагу твоему вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его. Хотя бы он смирился и ходил согнувшись, будь внимательной душой твоей и остерегайся его, и будешь пред ним, как чистое зеркало, и узнаешь... Вы не дальше поясняете сегодня. Прочитайте эти места. Вот и есть. Юрий Соболев. Отправил. Вообще, все это мне трудно понять. Что за мотив такой? Отрабатывание миссионерской ставки? Да для такой мзды деятельность непропорциональна. О монашестве говорить? Да, монахи монахами. Время ли о них говорить, когда паства мирят слепая погибающая, невозрожденная, некрещенная? Да, монашествующих ли сейчас печься нужно, когда Россию и на версии безбожники в кольцо берут? Это подыскивание, не иначе. Понятно, понятно, что он делает. Помолитесь о нем. Сергей звать его. Все, что я думаю о монашестве, я не только сказал, но и написал. И архиерей правящий читал это и знает о том. Господь управил, и все есть, как и было. А главное, пасквилянтка, которая хотела удружить, кавычках, мне и моим близким, принеся епископу мой материал, теперь просится на наши занятия. Вот так. Да приходите, конечно, говорим ей, наплевать и забыть. А все потому, что если бы отцы, имея в виду СД, занимались настоящей миссионерской работой, то работали бы с паствой, а не рыскали по бескрайним просторам интернета в поисках врагов, кавычках. Про высшую школу? Тут клириков не допускают еще с советских времен. Выходит, это благо в таких случаях. Про епархию. Я тружусь ни замзду, ни копейки епархии мне не платят, а из страха Божия. Запретят? Для Слова Божия нетуз. Запретить, заблаговествовать мне никто не может запретить. Хулителям нужно, чтобы везде было гробовое молчание, и над этим всем необозримым полем ходящего кладбища. Матфея 8,22. Я называю скотомогильник. Это храм, это скотомогильники стали. Погибшим овцам Израиля пришел. А когда не разумел истины, как скот был пред тобою. Немой и невежественной паствой давлеет авторитет книжников и парисеев на показ долгомоляющихся. Марк 12,40. Да. А более вероятно, все это затеяно для того, чтобы состряпать уже теорию о тоталитарной секте Лапкина. Вот, мол, видите какой контроль? Везде агенты Лапкина. Это тоталитарно, проще, это Дворкин ввел. Агент СРУ, как говорят о нем. А во всем ему докладывают. Да для того-то это ясность и открытость в интернете, что это все кругом во мраке, в ночи греха. Здесь же скрывать нечего. Замазывать нет нужды. Нет необходимости тайно сговариваться, как разбойники. Образуй недобрую общность, как пишет святой Антлатоуст, который практикует хулители. Матфея 10,27. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Юрий Соболев. Таково коварство дьявола. Под видом набожности он расставляет сети. Нужно было прийти, обвинять, собирать судилища. Это дело не священников, а разбойников. Не начальников, а злодеев. И смотри, какая крайняя злоба. Не довольствуется тем, что склоняют козлу друг друга, но решается вместе с собой склонить к тому же и правителя. Это жалобы, сергянство. Стучать властям, Роснадзора собрались там рождественские чтения, там в Москве против меня. И сразу написать, и сразу оживление в зале. Написать, написать надо. Вот они эти есть. Это когда куча собирается, я называю их кодло. То есть, ну, шайка бродящих собак бешеных. Потому Господь и устроил, что он узнал об их умысле. Толкование Златоуст на Деяние, 23 глава. Галина Влесько. Есть у батька СД Росток Совести. Это Сергей Дудин. Кали заходит сам либо со своими недорослями под своим именем. Спасибо, книжник Игнатий, за предупреждение. Хотя со Сергея Дудина было понятно сразу. Хвалится собой, а не Господом. На небо с таким даже не воскарабкаешься. С любовью во Христе, Галина Влесько, сестра, город Новокузнецк. И всем радоваться. Игнатий Тихоныч, вы не обижаетесь на мое слово «книжник». Это написано со смыслом «православный книжник, знающий исполнитель, законоревностный». Бог, судья. Три поклона всем вам, братья, за труды во спасение вечности. Аллилуйя. Я отвечаю. Во Святой Библии есть один персонаж, равных которому не было и нет по сей день. И он был книжник. Вот что он успел сделать. Первое. Вывести плененый свой народ Израиля из плена. Второе. Отстроить Иерусалим, стену города и защитить его от окружающих враждебных племен. Третье. Написать три книги. И они во Святой Библии. Четвертое. Собрать свод книг Ветхого Завета, которые были написаны и до него. Пятое. Очистить народ от скверноязыческих браков. Шестое. Восстановить почитание дня субботы. Седьмое. Нигде и никак не запятнать в свою репутацию. Не так, как Давид, Соломон и иные вожди и герои Израиля. И имя этого священнослужителя монахи не пропустили в Святцы. Во имя его нет ни одного храма, ни одного христианина и дня его памяти. И он книжник. Книжники разные есть и разные были. Там впереди я уже говорю, кто такой книжник. Вот он где. Вот. И дальше. Сирахов 10.5. В руке Господа благоуспешность человека. И на лице книжника он отпечатает славу свою. Славу свою. Видно, что разумный человек, как лесков пишет, и глаза, как натертые снегом блестят. 1 Ездры 7.6. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевым, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все пожелания его, так как рука в Господа Бога его была над ним. Вот поставьте вопрос, почему его нет в святцах? Матроны разные, которые ничего, никакой роли не играют в церкви. Это все буквально. И при том ни одного порочного дела, как за Давидом, там убийство, за Соломоном, идолом поклонялся. Ничего нету. И его нигде нет. Почему монахи не пропустили? Потому что речь связана с Библией. Где Библию, там они глушили. Неприкрытый грех делали. Матфея 13.52. Он же сказал им. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Вот книжники в добром смысле. 23.34. Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Аминь. Титул 3.13. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. То есть Зина это сотрудник, законник. Они говорят, законник это очень хорошо. И вот сегодняшние, лицемерные, с широкими рукавами и в длинных одеждах, окончившие семинарии и академии для того, чтобы уметь оправдать любое безумие и мерзость, творимое в храмах, уметь отменить решения вселенских и поместных соборов и уметь оправдывать любые прочие гнусности, уничтожая веру православную в самом зародыше. И строят они не царство Божие, а царство попов и монахов, уродуя души, искажая самые великие таинства, обольщая всех любовью ко греху, прощая без эпитемий страшные смертные грехи. Вот и таких распинателя Христа, о таких книжниках и сказал Дух Святой. Лука 20.46. Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и возлежания на пиржествах. То есть это книжки, широкие рукава и прочая длинная одежда, это все не к мирянам относится, это так понятно. 1 Коринфянам 1.20. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог в мудрость мира сего безумия? О монахах беседовать надо. О монахах, о монашестве он будет беседовать. Галина Влеско. Благодарю Вам за напоминание о великом ветхозаветном Ездре. Детки Ваших общинах есть с именем Ездра? Значит, времена и нравы меняются. И такие люди, как Ездра, Зина, Игнатий, рождаются и не меняются по желанию Бога для сохранения последнего праведника. Игла. Детей называют по календарю, по святцам. А там нет Ездры. И значит, священник не может произвольно называть Тракториной, Октябриной, Кариной, Снежаной, Вилором и прочими полиграфами. А тут еще надумали мужские имена. Инна, Пинна, Рима. Давать женщинам. Смех и горе. Галина Влеско. Видите, какая переписка идет. Сколько по одной теме. Только сказала книжнику, и сколько я его выдал по священному писанию. Не могут они давать. Священники так никогда не дают. Никто, ни одного нет. Благодарю за просвещение. Где меня носил раньше, теперь все вы мои счастье и радость. Николай Быков знатный изобретатель. Изобретатель, он множество-множество патентов на изобретение. Пишет, батюшка, пошли ты этого СД и ему подобных с точным указанием адреса. Не рви душу, делай дело свое. Вот, хапнула живительная капля разума твоего в душу мою иссушенную. И радуйся этому. Православный какой-то, я его не встречал еще. А такая душа тобой возрожденная не одна. И стихи у тебя влага в пустыне духовной. А некоторые мне нравятся, которые я стихотворения выставляю каждый день. Один раз почитаю, на душе покойней стихи. И снова я о железках своих думаю. Но главные мысли об этих самых железках становятся стройней. Душа не метется, не метутся и мысли. Вот и я благодарю тебя за это от всей души. Не трать времени и твоего на озлобившихся на тебя. И не рви душу из-за него. Знаешь, батюшка, вот почитал стихи твои. И нашел решение проблемы увеличения площади излучателя. Надо сделать ее не гладкой, а волнистой. Тогда можно будет снизить температуру излучающей поверхности. И как следствие сократить расход топлива при обогреве помещения. Значит снизить себестоимость обогрева помещения. Немного повысится цена обогревателя, но этот недостаток быстро компенсируется снижением цены на то за топливо. Обогреватель разовый расход, а экономия снижения расхода топлива постоянная величина и она растет. Видите как? Стихи влияют на него. У него столько изобретений, патентов. Какие люди с нами знаются-то? Да пошел ты, я уж чтобы выбросил одно слово, когда он говорит, куда его поставить по адресу. Роман Малыш, мир вам духовный отец. Вы разрушили этот замурованный кусок стены и выпустили слово Божие из заточения. Слово, которое дарует людям свободу. Свобода от дьявола, под властью которого находится мир. И истинная свобода не боится дня смерти, всю жизнь к нему готовится, как к самому значащему дню в своей жизни. Не боятся радоваться всей душой, всем сердцем и всем разумом. Когда говорю что-то подобное, смотрят как на сумасшедшего. Ишь ты, на важным стал. А кто раньше пил, курил, матерился, что-то у меня с головы не то. Слава тебе, Господи, за то, что очистил меня своим словом от мерзости. Аллилуйя. Как приятно быть таким сумасшедшим, в кавычках, жить с Богом и ждать встречи с Ним, когда душа разлучится от тела. Это человек, который мои книги выписал и читает. Человек меняется. Книги, преображающие мир. А они, люди, даже еще не знают, какие у меня книги. Как будто бы живешь в параллельном мире. Все, к чему стремился раньше, пустое. И только сердцем чувствуешь, что уже скоро все разрешится. Смотрел вашу беседу с Евгением Потеминым. Во многом с ним согласен. О облещителях, уговаривающих вас, в кавычках, сюсюкаться, мол, так и так, сюси-пуси, да еще и шепотом. Не желаете ли спастись? Да вы не обижайтесь, у нас здесь любовь, любовь, любовь. Это как они говорят, эти любвисты. Не может так пороческий дух говорить. Должно, как гром среди ясного неба, что у вас четко получается. Услышал, принял, недопонял, еще раз послушай, да повнимательней, найди время. Нет времени, попроси у Бога. Нет внимательности, времени нет. Куда-то спешим и выгадываем, 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 подстраиваемся. Вывода погубит мир. Выгода погубит мир. Согласен с Евгением, что это последнее время и Бог вас послал обличить. Одним для вразумления, отрезвления и спасения, а другим, как бульдозер, прочистит дорогу в ад. Деяние 2.17.18 И будут последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны, ваши дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями вразумляемыми будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни зальет духа моего, и будут пророчествовать. Что интересно, у меня телефон есть. Я, бывает, за полгода ни разу не звоню, денег нет. И обхожусь. И здесь я ни под чьими роликами не лажу. Самик, ко мне люди идут и пишут. Они видят что-то необычное здесь. Все говорят. Я впервые это встречаю. Впервые, впервые. Я расскажу еще, как это впервые. У вас у всех есть, да вы не делайте этого. Сергей Козлюк. Игнатий Тихонович, читая эти строки, получаешь укрепление от того, что не все находится в сладостно-трупном состоянии патриархии. Сладостно-трупном состоянии вообще. Что по истине слова Христа исполняются, когда Он говорил, что вы являетесь солью земли, и что Он посылает малое свое стадо среди волков, которые, одевшись в совещие шкуры, войдя, не станут читать Божьего стада. Но участь Ему же уготовлена, от того они искрежещат своими клыками, зная свою предопределенность. Страшно впасть в руки Бога Живого. Но верным Его Слову сияющим о теме, как звездам, углатон великий венец неувядающий, те, которых весь мир не был достоин. Евреям 11.33-38. Вот эта эпохальная Божья Победа и дает великое укрепление, что не все поклонились и предались Ваалу. И во старте, но Христос воскрес, а с Ним и я, да укрепит вас Господь и все делает непоколебимым в этом призвании, которому вы призваны. Это мое призвание, я мог быть священником, это даже секретов в этом нет. Меня за мной, сколько гонялись, гонялись буквально, зажимали меня, не выпустим, пока не соглашишься, эти епископы, не соглашишься. Я говорю, не мое, и надо было доказать, тут митрополит, епископы сидят, я им сумел доказать это. Это не мое, поприще мое здесь. Александр Лифанов, мир вам, Игнатий Тихонович, благодарю вас за эти живые беседы, за стихи пространные, открытым оком, а не шплищером, в кавычках, и точные ответы в цвете Библии. Слава Христу! Вот только что просмотрел видео, занятия епископы, нужны молитвы благодарности за жертву Христа, 7 января, февраля. Очень тонко пояснили, так сказать, зазомбировали меня, по заповеди блаженства, методом от обратного, благослови вас Бог, спаси Христос. Владимир Харин. Мне это Кодло не пишет. Если сунуться, объясню им, по чьей бригаде сахар получать. Они беззубые, жалкие, на Волковым еще учиться в КГБ. Не пойму, Козлова Сергея, почему он их боится. В лоб надо говорить им, они лжецы. Дмитрий Гагаркин. Игнатий Тихонович, спасибо вам за взвешенную позицию и адекватное слово о свидетелях Иеговы. То есть о свидетелях Иеговы я сказал, а это свидетели Иеговы, он благодарит. Почему? Я сказал, много можно поучиться у них, а не просто отвергать. Александр Марьясов. Благодарю, Игнатий Тихонович. Одно радует, а другое огорчает, что отец Сергей Дудин не может найти того, что нужно от него для служения Господу Спасителю нашему, а ищет в себе проблем и земных, и небесных. Разуми его, Господи. Сергей Фафанов. Дорогой брат Игнатий, соленарен во всем и готов под каждой буквой подписаться. Это я выступал в епархии, тут священники сидели, в епархии Барнаульской, Московского Патриархата. И слово было, я ему говорил, один час пять минут. И секретарь, отец Сергей Беляев, в конце говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться. А я их назвал тут, которые сидеть, я говорю, мы вас как болотной чумы щураемся, боимся. Галина Артамонова. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Постоянно смотрим с мужем ваши ролики. Очень впечатляет. Дай вам Бог и вашей супруге надежде здоровья на многие блага и лета. Ну, надежда, слышишь? Дальше. Александр Лобачев. Мир вам, родные мне люди. Благодаря за рассылку. Враги не дремлют. Они наши лучшие помощники в деле Господнем. Ибо Бог это делает все для избранных своих детей. Слава им во веки веков. Аминь. Владимир Галиндухин. Крещение в этом году принимал. Учитель. Мир вам, Игнатий Тихонович. Очень понравился ваш ролик с гликерией. Низкий поклон Надежде Васильевне за ее педагогические труды. В первый раз вижу девочку, которая поет и читает молитвы в таком ладическом возрасте. Двадцать четыре года. Два года четыре месяца. Два года четыре месяца. Просто знай, какой труд за этим стоит. И, конечно, помощь Божья. Я показывал своим ученикам несколько роликов о лагере Стане и его жизни. Для моих учеников удивительным было все. И самым интересным оказались уникальные наказания. У меня целая система физических наказаний. Платочек забыл. Бежать до дерева, за стол не сядешь, вещи забыл. Пробежать вокруг лагеря, я забываю вещи. Все, дети ничего не забывают. Родители того удивлены, как это можно было. Играл где, говорит, положил портфель, ну, ворота футбольные. Пришел без портфеля. Где портфель? Он глаза раскрыл, не знает. После этого интерес к лагерю возрос еще больше. Спрашиваю учеников. Кто готов был бы пройти такую школу выживания? Поднять руки. Больше половины готовы хоть сейчас. Храни вас Господь. Еремина Ольга. Игнатий Тихонович, только что прошла встреча патриарха Кирилла и понтифика. Привожу вам цитату Кирилла. Эта встреча произошла по воле Божьей, заметил патриарх Кирилл. В начале встречи он отметил. У меня впечатление, что мы встречаемся в правильном месте и в правильное время. Патриарх Московский в Северуси также заявил, что на сегодняшний день нет преград для организации новых встреч глав русской православной и католической церквей. Он выразил уверенность, что у него и у Папы Римского будет возможность обсудить все волнующие их вопросы. Конец цитаты. Я хочу спросить, разве патриарх Кирилл глава нашей православной церкви? Он же только предстоятель. Глава Христос. Правильно, Колоссиным, сейчас первая глава. А Кирилл говорит, что нет преград для встреч глав русской православной и католической церкви. Принято говорить, он-то тоже знает это. То есть Кирилл считает себя, как и Папа Римской, главой церкви? То есть он не считает, я думаю, ну ничего, он совсем уже, да нет, конечно. Ну главой так считает, глава предприятия, глава администрации, глава какого-то региона. Простите меня грешно, может я чего не понимаю, но это уже финиш. А что вы скажете по этому поводу? Как теперь относиться к Кириллу? И еще раз простите, что отнимаю вас все время с блогом. Вот видите, как теперь я показываю, смотрите, как нужно работать с нашими роликами. Вот вопрос. Вот смотрите, видите, как Михаил Кальмаев. Какая минута и о чем там говорится. Вот как. Это сегодня мне прислали. Вот один ролик он обработал. Вот один, сейчас 6 минут 15 секунд. Теперь, Коли Николаев, в этот же день прислали, на 41 номер, вот как он работает. Посмотрите. Видите, как? Дальше. Ну теперь мы начнем, что у нас, которое я не мог сюда занести. Это за день, повторяю, за день. Это наш лист. В моем мире. И все, что ставим в Ютубе, я переношу сюда. Сколько у нас сейчас видео? Видео 2507 роликов. И фотографии. Ровно 800 800. Приходите на наш, здесь вы найдете многое-многое. И жития святых есть, и все есть. Вот сейчас я просто посмотрю, которые выставляю. Вот. Что у нас здесь сейчас? Вот пришли, которые за день. Александр Романов. Доброе утро. Мне не безразлично ваше отношение к происходящему в РПЦ. Особенно после встречи патриарха с Папой Римским. Вопросы куменизма теперь не считаются православия ересью. Ну как не считается? Ересь была, она остается ересь. С колдунами, со всеми вместе. Но встреча Папы, я в этом пока ничего не вижу. Встречаться надо, надо. Надо встречаться со всеми. Свидетельствовать о Христе. Но они этого-то не делают. В 2013 году Тихой Сапой, Сапой, кавычках, отменили все поместные соборы. Понятно, ужас какой. Это уже богохульство. Предоставят все решения принимать архиерейскому собору. Вот это да. Это уже не православие. Это уже не православие. То есть под именем Русско-Православная Церковь, это другая религиозная организация, враждебная канонам и прочее. Масонский какой-то отросток, как портопопа вакуума, шиш антихриста. Если только это все так. Роман, Роман. Видел ваше видео с армянином. Должен сказать, что армянских младенцев крестят сугубо погружательно, а армян допускают к общению после чина отречения от ереси. Я видел как. Стоит там молодая армянка, девушка. Она руки положила в чашу, и все это крещение. Ну, а он потом мокрой ладонью вот так провел. Я видел, что то говорю. Я был у них в рамах. Мне понравилось, как свечи ставят. Не подсвечники, а большой противень и крупнозернистый песок. И в песок вставляют, догорит, погасто и все. Это здорово. Не ворует. Аполлон Безобразов, Магнитогорск. То есть, как будто бы выдумывая фамилия и все. Мира Господи. Спаси Христос. Я не знал, что у Лапкина есть группа ВКонтакте. Да. Не раздумывая, вступаю и прошу любить и жаловать. К сожалению, далеко не во всех монастырях вашим сайтом пользуются. В монастырях даже Иисусу молитву это притесняет. И то, что благовестие. Но я с удовольствием прилежно все смотрю. Спаси Христос. О вашей деревне знаю немного. Ролики с иглой люблю просматривать давно. Дальше. Сергей Игнатов, 35 лет. Тула, Москва, Россия. Игнатий Тихонович, как же тяжело, когда находишься в духовном упадке. Раньше и молился, и постился, и по святым местам ездил. А сейчас, не пойму, что происходит. Женился, ребенок родился, уже два годика. Дочке только что по воскресенье прибежишь в храм. Копричайся, ребенка пришестишь и бегом домой. А сейчас вообще уныние какое-то. Работы нет. Помолиться, попросить у Бога. Тяжело. И жена беременна. Второй раз ждем еще малыша, а работы постоянно нет. И молиться не могу. Попрошу ваших молитв. Помолитесь, пожалуйста, о рабе Божьем. Сергий, может пройдет это уныние, и все наладится с помощью Божьей. Да поможет вам Господь. Это уныние, это не христианское качество. Уныние, это распахнутые двери дьяволу. Займитесь своей душой, как молитвой, свидетельством. И Господь откроет. И сидите на месте. Поставьте за правило. Семь раз в день молисься. 118-й псалом, 164-й стих. Вот. Три святоя прочитал и 100 поклонов. Настоящих поклонов. Земных сделай. И дальше. Ольга Зайцева, Дятлова, 255 лет. Родники Ивановской области России. Игнатий Тихонович, имя пользователя указано неправильно. Мне отвечают при регистрации на ваш форум. Не понимаю. То есть я не понимаю, даже о чем речь идет. То есть ей показывают. Ну, попросите, чтобы зарегистрироваться. Пишет, я хороший, 36 лет. Игнатий Тихонович, что такое печать апостольства? Есть ли она печать избранной? Печать апостольства, это люди, которые обратились. Я могу показать. Вот люди вокруг меня, все, это моя печать. Печать моего апостольства, как апостол Павел говорит. Понимаете, вот планка какая. Вот слушайте внимательно. Вы скажете, вот себе рассказывают. Так есть что рассказать-то? То есть я самые невероятные вещи видел, и казалось, ничего нельзя сделать. Я прихожу домой, а соседка говорит. Мы в барачном таком живем, там одна комната и все. Тут к вам люди приезжали. Они долго ждали вас. Ну, уехали. Я говорю, записку оставили. Я посмотрел с Новокузнецкой. И были, уехали. Да что же это такое? Они не знали, ключ-то у меня рядом, прямо лежал здесь. Говорят, что под половичком. Что делать? Вот сами решите, что делать, чтобы это не повторилось. Для меня это урок. Я ключ спрятал и комнату не стал запирать. Ухожу на столе, все оставил. Мой дед держал пчел когда-то, Егор Ларионович, Чунарев. Так он делал так. На ночь пчелиные рамки клал на колодку. Кто придут, так чтобы они не лезли, пчелы их не ужарили. Готовый мед лежит, бери, ешь. Я сделал так. И вот приехали здесь. Адвентисты седьмого дня. Это Заукская академия у них там называется. И здесь Бутов был, Вадим. И он говорил, профессор он у них там. И вдруг ко мне подходит один человек. Окладистая борода, такой представительный. Здорово так, с почтением. Вы меня, наверное, не знаете, нет. Я бомж. Я с вокзала к вам приходил, вас нет. Мы у вас жили, пили и ели. А жена была в больнице. Я полностью убрал все. И теперь у меня ни один не уйдет, чтобы не зайти в комнату. Вообразите это себе. Нормально? Нет? Вот случай я стараюсь обязательно его устранить. Как же, чтобы на одном месте дважды на хвост не наступили. Я увидел, как одного в армии наказали. Растегнута рубашка была. Рубашка. В шестьдесят первом году. А сегодня уже две тысячи. Шестнадцатый. И я больше ее не растегиваю ни разу. И считаю, что это правильно. Я вовремя заметил. И далее еще. И еще. Нужно ли отвергать блага земные, если Бог нам их дает? Правильно воспользоваться, делиться. Считайте книгу Иова. Сколько был овец? Но я один ли ел? Или шерсть и овец одевались многие? Вот и я... Слава Иисусу Христу! Это старшая сестра проверяет, все ли у меня хорошо. А в это время телефон не успевает пять секунд включиться. Дальше. Алин 777. Правильно. То есть он говорил. Иногда у Иоанна Милостивого. За столом было до трех тысяч человек. И если он выходил, а людей было меньше, и он такой печальный был. Отверг, наверное, Господь меня не принимает. Милостивый. Найдите, где нужно применить. Десятину платите. Нищих силов, вдов накормите. И молитвы тогда откроется вход к Господу. Алин 777. Я о деньгах хотел сказать. Вот было у меня время. Вот. Жития святого. Сейчас покажу где. Бестеребреник. Меня бестеребреником звали. А работая на стройке. Заработал. Буквально два дня все раздал, и ничего нет. Десять рублей, десять рублей. Ну, те деньги еще были. На месяц. А картошка, конечно, свадь. Десять, одиннадцать. За этот предел не выходил. То есть везде надо испытать. Живем один раз на земле. Ну, попытайтесь. Я одно время взбунтовался даже. Ну, как так? Спим третью часть. Я стал сон уменьшать. Довел два с половиной часа в сутки. Дальше уже не потянул. Организм не выдерживает. Алин 777. 35 лет. Игнатий Тихонович, как вы отнесетесь к тому, что православная церковь объединится с католической? Так вот, вы объединяли зарубежную, к себе тянули ее. Рассосать. А теперь вас это постигла кара. Как? Готовьтесь. Расковайте ворота. Никакого объединения пока нет, но это тоже на пользу. Дальше. Вот. Это все пришло за ночь. Сергей Никишин. Видите, сидят за столом без платков. Вещи недопустимые. Руки должны быть до кисей закрыты за стол, когда садимся. Это зима. Девочка в платке должна быть. Мужчина застигнется. Видите, как все. Ну, не по верующему. Вопрос про патриарха Кирилла. Ну, займись, чтобы не было слова-то. Ну, займись. Дальше. Игнатий Тихонович, не приходит ли вам в голову мысли, что явное сходство нынешнего патриарха Кирилла с праотцом российского криминалитета Иваньковым неспроста? Может, нам Бог что-то хочет этим сказать? Ведь ничего не происходит без его участия и относится к такому явному обличению, как к случайности, опровергая промысел свыше маловерия. Как велики дела твои, Господи, дивно глубокие помышления твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Псалом 92. Для тех, кто не знает, Иваньков, он же Япончик, основоположник организованной преступности в России 90-х. Ну, знаю я его. Все считал до самой смерти его. Ну, я не знаю, похож или не похож, но тоже как патриарху-то отнести. Вот я где-то приезжаю и только выхожу из машины. О, Солженицын к нам приехал. Солженицын. У меня и биография похожа на его, на Солженицына. За архипелаг ГУЛАГ я в первую стране распространил архипелаг ГУЛАГ, к слову сказать, насчитал на пленке, всю страну наполнил. А недавно написали, в Новом мире появилось, а там сколько-то, 30-летие назад там, сразу опровержение было. Ровно на 10 лет раньше Нового мира проповедник из Барнаула наполнил страну этим материалом. Архипелаг ГУЛАГ. Солярис. Игнатий Тихонович, День Святого Валентина, праздник, в котором нет ни души, ни мистики, ни знания. Ничего, лишь маркетинг, продаж бесполезных подарков для сентиментальных инфантилов. Но откуда в людях эта примитивность и пустота? Ну, на нашем форуме зарядите этого, Валентина, и там найдете. Анна Анисимова, 21 год, Санкт-Петербург. Игнатий Тихонович, неужели все предрешено? Христос сказал, что он отначал сущий. Учеников избрал до того, как увидел. Знал, кто предаст его. Да, именно так, предопределенно. Заранее. Это написано в 138-й псалом. Еще я не родился, а в твоей книге все дни уже записаны. И Бог говорит, Яхова возлюбил в утробе еще, а Исава возненавидел. Саша Север. Игнатий Тихонович, из Писания мы знаем, что один лишь Господь свят, а не ангелы. А ангелы, не падшие, они не святы. Разве или нет? Ну, один свят, имеется в виду, что безначально свят. Называется самосущественная истина. Любовь, у нас тоже есть кому-то, но любовь самосущественная у Бога. И эта святость у них не сама по себе от Бога. А он сам по себе свят святость, его сущность. У ангелов от Бога, как и у нас. Внучка лесника. Игнатий Тихонович, почему апостол Павел постоянно говорит нам о Иисусе Христе, а и Егове ни слова? Ну, потому что это имя заменили словом Адуанай или Господь. Где говорится Господь, там Егова ставьте. Мало того, Христа Богом почитают. Так и есть. Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нам. Ну ладно, дальше прочитай, тут много написано. Просчитать просто. Сергей Румянцев. Игнатий Тихонович, есть важные вопросы, на которые в Библии нет ответа. Ну, например, про службу в армии. Нужно ли служить в армии? Ответ есть. Нет, только когда будет последний день на земле. Один практически вопрос не отвечен. Какие приказы выполнять попротивно? У нас в армии все служат на альтернативной основе. У нас никто присягу не принимает, оружие не берут. Нужно защищать границы Родины? Ну, нужно, конечно. Надо защищать, защищайте. Но это не христианское дело. А у Родины есть границы? Еще захватили, то и наши. Ермак знал границы Родины, когда в Сибири воевал? Да, знал. Хватали и хватали, пока не лопнуло все. Знаешь, какие еще там молодежь. Филипп Шеремет. Во всем и всегда доверять только Господу и никогда не будешь разочарован. Именно так. Игнатий Тихонович, как спасаться нам православным христианам в современном миру? Ну, на наши ролики заходите, увидите. Доверием Богу, чтением Слова Божия, молитвой, смирением себя. Смирение ищите перед Богом, а не перед тем, кто тебя желает погубить. Ну, вот сейчас я покажу. Еще немножко пройдем. Екатерина Тинникова. Я посмотрел фотографии вашей деревни, и мне они очень понравились. Но на фотографиях только дети. А где же молодежь, молодые, юные христиане? Где ведь ваша деревня существует достаточно давно? Ну, вот молодые, юные, там что показывали? Значит, кто-то на работе, кто-то в университете учится. Евгений Александрович Давыдкин. Из церкви-то, когда выходят из церкви, а тут и вы увидите, когда они приезжают. Спасибо, Игнатий Тихонович, за видеоролики на ютубе и в моем мире. Бог вам в помощь в ваших трудах. Слава Христу! Если будет возможность, оставьте один экземпляр книг всех ваших томов. 34 тома для чтения. Не 34, а 38. Я приобрету у вас, как только деньги будут. Так, приобрел уже. Это просьба моя к вам. Евгений из города Туймазы, Башкирия. Я боюсь закончиться у вас книги, и мне не достанется. А очень тяжело, и простите меня. Да. Простите меня, напишите данные по почте, индекс, впрочу. Ну, ладно. Так, Виолетта Ткаченко. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я время от времени обращаюсь к вашим ответам на вопросы, и часто они мне нравятся. И созвучны своими взглядами. Вы даже, видите, много, прочитайте, что. Какие у нее вопросы, почему именно так Библия говорит. Видите, вопросы серьезные. Вот Евгения Давидскина, о котором сейчас говорили, вот она себе говорит. Я читать не буду. Кому интересно, прочитайте, что он пишет. Дальше. Я Виолетте отвечаю. Дорогая Виолетта, наберитесь терпения, почитайте до конца. Что я тут написал? Вот в чем все сумма взбродного сектанства и их надмения. По указанному вам стиху о руках человеческих. У вас. Все до единого сектанты придерзко называют себя происходящими от апостольских времен. И на вопрос, откуда вы, отвечают, мы от Христа, прямо от апостолов. Мы были во все века. И далее начинается перечисление вальденцов, гусистов и прочих, никакого отношения к ним не имеющих. Постоянно необходимо ставить наводящие вопросы. Ну дальше, прочитайте, как мы беседовали, смотрите, сколько, какие люди были. Это практика, опыт. Вот я торможу, вы тормозните, прочитайте, это очень интересно, конкретно. Бог не требует сужения рук. Вот смотрите, женщина спросила, и какой ей ответ? И сколько мест писания? Это вот ответ только на один вопрос. Вот они, места писания внизу, видно. Ну как? Еще? Вот я не дал досчитать. Да, теперь вот хотел бы с вами выйти на связь. Я подключил скайп. Да, вот теперь что. Приготовьте свои вопросы ко мне, и можете уже сегодня выйти по скайпу. Только не ради пустоты, а по делу говорить, что проставляют Бога и спасают наши души. Мой график московский. Ну вот так. По Москве время 17. Ольга Пузырь. Добрый день, отец Игнатий. Скажите, если человек православный, он может ходить на службу к старообрядцам, если ему нравятся и служения, и строгие правила, не является ли это грехом? Так как он предает православие. Заранее спасибо с Богом. Какое православие? Так они и есть православные. Как это может быть грех? Они только содержат то, что до Никоновской вредная, зловредная реформа это было. До Никоновской. Илья Мельников. Как можно устроить ребенка к вам в лагере на период летних каникул? Я не пойму, это мужчина или женщина? Мужчина. Похоже на мужчину все. Похоже на мужчину. Ну вот теперь определяю. А тут вообще-то темно, как грудь будто бы. Я тоже. Мужчина без бороды, длинные волосы. На кого он похож? Так. Ходить можно, а переходить к ним не нужно. Иначе научитесь у них курить святыни, которые они по самомнению отвергают. Есть ли у них священство епископат? Если есть, то они настоящие православные есть. Вот я еще хотел бы сказать, вы посмотрите, как изничтожено, из вещь полезная. Так, Гликерия возьми-ка, я покажу. Гликерия, сними с водой, давай-ка я тебя сниму. Потом ты залезешь. Вот она моя красавица. Вот. Теперь вот это покрывало так, подожди. Возьми вот сюда, собачку свою пупсика держи. Вот подними, давай перед Володей, стой здесь. Посмотри, Володя, что тут из-за грузии. Натяни полностью. Не можешь ты держать. Вот, посмотрите. Не надо отпустить, наоборот, надо вот так. Вот знаете, олени скачут, волки захватили их, стреляют. Вот такое мне подарили покрывало. Ну и что из этого сделать, чтобы она могла лечь обратно? А вот посмотрите, стихотворение. Я не поэт, но какие мысли идут здесь? Я сейчас просто дам прочитать его. Считай мысли. Неправда без молитвы так и прет. Нахально наседает, словно волки, У скачущих оленей поперек, От выстрелов в упор и то так мало толку. Их стая оголтелых и голодных, Им выбора иного тоже нет. Не меньше дюжины нас обложили плотно. Им нужен я сегодня на обед. Безбожники, антихристы, зверье. У каждого хвосты висят поленом. Не промахнись, ружье, иначе все умрем. О, Господи, дай вырваться из плена. Храпит в истерике упряжка из оленей. Копытит то и дело хруст костей. Вот их вожак в рост вылитый, как ленин. Из леса вырваться бы на простор степей. Родимые, родимые, не спотыкайтесь с горок. Любимые, на взгорке, на одном дыхании. Не отсречь же от дыхания порох. Вот опрокинулся еще один ахальник. Мне приходилось проводить беседы С различными позлудеритиками. От этих волчьих стая на Русь ворвались беды. Не раз их в Библии пришлось мне заарканить. Их лютость и сверкание злобных взглядов Прошлись по мне, что вздрогнешь и во сне. Что вздрогнешь и во сне. Что вздрогнешь и во сне. Ихи на память под талантаж плеядой Сектантов заставляют костенеть. Конечно, чтение не худышное, но все равно. О память, дар, талант незаржавевший. Ты выручала лишь с постом молитвы. От домороченных сектантов до заезжих Ты поражала и своих наймитов. Напокрывали на моем картина. Олени, волки, лес, один стрелок. Испуганный второй возница что-то крикнул. Во сне от холода им закрываю лоб. Понятно, вот стихотворение какое. Простое. Ну а что оно выражает? Теперь я показываю наш YouTube. Православный видеоканал. Посмотрите, какой он. Открытым оком. Вот эти библии. И вот здесь вот слово главное. Вот главное. Если на меня нажать, то выходит такая строка. Вот на каждый день жития святых. Это где-то в 80-м году я закончил считать Дмитрия Ростовского 12 томов. И по двум настольным книгам священнослужителей еще добавил 174 жития. И вот теперь нашелся добрый человек и он выставляет на каждый день жития. Приходите, считайте. Слушайте. Это в аудио. Вот смотрите, только я нажму, пример сказать, показать. Вот и как она открывается. Слышите. Заходите. Приглашаю. Пускайте, которые нас нападают, покажут что-то подобное. У них нет ничего. В мировой сети в интернете больше нигде нет. Только у нас. Вот этих материалов. А жития святых. Видите, как? Какой фигаан идет. Эти иконы. Валенька. Даша. Валенька. 28 января. Житие преподобного отца нашего Ефрема Сирина. Преподобный Ефрем назван Сириным, Сирийцам. Понятно, Сирия как раз воюем так интересно. Вот. Вот что здесь мы находим. Если человек, ну, желает поистине, то он сразу все это найдет. На нашем Ютубе приходите. Теперь смотрите. Вот. Мы сейчас говорили об этом. Вот этот сейчас просмотрели. Это, вот, первая страница показывает. Вот как наш выглядит форум. Приходите на этот форум. Вчера я говорил, что-то необыкновенное стало происходить. На форуме в 17 раз увеличилось количество посещений. Вот сегодня я гляжу. Вчера сколько пришло? 6 тысяч? 67. Еще больше. А сегодня поменьше. Вот к этому же времени сколько. Чем больше нападают, тем больше посещаемость. А вот какой наш в освете Библии православный библейский сайт. Вот здесь ответы. Вот 55 папок. Вот заходите. А здесь с него легко на видеоканал переходить. Ткнул видеоканал. Жать здесь на православный наш форум. Вот здесь все книги наши, которые я издал. Это 38 книг в бумажном варианте. И еще 7 книг написано у меня, которые готовы к изданию, но нет средств. Это стихи 4 тома по 800 страниц каждый том. То есть нам есть что показать. Мы знаем куда звать. Вот теперь мы это увидели. Еще посмотрим. Так мы это просмотрели уже. Так, ты не показывал еще руку-то нам? Нет. Нет, давай дальше. Илья Мельников, как можно устроить ребенка в ваш лагерь на летние каникулы? Ну вот я дальше отвечаю, буду быстро продергивать. А вы посмотрите где. Екатерина Теникова, приветствую вас. Прочитала свидетельство отца Геннадия. Очень удивительный рассказ. Хочу узнать, возможно ли лето поработать у вас в детском стане. Ну она приезжала, приняла крещение, можно. И отца Геннадия, прочитала, как он обратился, в моих книгах это написано, на пленку было записано, тут Юрасов был в Амбросе, за одним столом сидели, у меня пленка вышла, обращение называется. И вот обращение в Амбросе, и Геннадия, отца Геннадия Фаса, сравнивать не приходится. У отца Геннадия было подлинно, а там за бабушкой шел, и все. Анастасия Харламова, Игнатий Тихонович, добрый день. Подскажите, если женщина третий раз выходит замуж, а от предыдущих двух браков есть дети, при этом предыдущие супруги живы, то ей третий брак все равно блуд. Так от того, что больше браков будет, они освещаются ради. Дети это свидетели разврата против родителей. Вот и все. Да, отвечаю. Да, Римлянам 7.2. Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если перед живым мужем выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцей, выйдет за другого мужа. Есть только три брака. Четвертого брака, даже мужья будут умирать, тоже нет. Четвертого брака не существует. Первое, Калифинам 7.39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Только за верующего. Екатерине. Екатерина, вы же из Абакана, почему же не сходить бы к вам, к отцу Геннадию, а тогда и поговорим. Нам нужно свидетельство священника о человеке. То есть она хотела в лагере у нас быть, а мы так не принимаем. Две женщины из Алматы говорят, мы такие в лагере работаем. Я говорю, свидетельство от священника дайте. Это все, больше они ни разу не вышли. А это сделала все как надо. Светличный Александр. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Ну, посчитай тут, видите. Можно, но только не дремать и не спать, стоя, сидя, лежа. А там еще пришла. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня есть несколько новых заветов, различных форматов. А вот книги Ветхого Завета только в Библии, которые напечатаны очень мелким шрифтом. Глаза сильно устают. Я начал скачивать аудиосверсию с вашего сайта. Хочу попробовать слушать. Подскажите, можно ли слушать, сидя или лежа? Ну, я отвечаю, можно. В Ветхом Завете. Арсен Погосян. Тоже встречались. Здравствуйте. Как поживаете? Как здоровье ваше? Надеюсь, посмотрели фильм. От Арарата до Сиона. Да, вот так дальше. И что-то поширкнули для себя. Теперь у вас уже есть какое-то знание об армянах. В России много армян живет. Я думаю, вы будете с нашим народом часто пересекаться. И знания об истории нашей. Думаю, вам пригодятся. В вашем трудном деле. Деле проповеди Благовести. Ваш брат во Христе Арсений. Он в православие пришел. Оксана Клименко. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посмотрела пока некоторые ваши материалы во свете Библии. Вчера смотрела и слушала о преемственности. И в связи с этим хочу задать вопрос. Когда Христос говорил ученикам, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Матфея 16, 19, 18, 18, Иоанна 20, 23. Говорил ли он это только апостолам или всем своим ученикам? И как эти слова следует понимать? Всем, всем говорил. Но когда воскрес, говорил только уже священникам. Только апостолам. Даниил Аструмов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я прошу прощения, что пишу вам письмо, не будучи с вами знакомым и не имея вас тут в друзьях. Мне стало интересно ваше мнение вот о чем. Вот сейчас все говорят о студентах-дятловцах, которые погибли на Урале в 1959 году. Я читал ваш комментарий на эту тему. Вот скажите, пожалуйста, почему вы пишете о том, что это их бесы убили? Почему дятловцы это блудодеи и прочее? Ну, блудодеи я не говорил о этого. Я сказал, о чем мы не могли разговаривать? Так как раз это мои ровесники. Эти люди для меня, ну, моего возраста все были тогда моложе они. Потому что бесы убили. А почему убили? Потому что они решили насмеяться над этим. Там в горах, в которых не приступать нельзя было. И шаманы в это время, там шаман бесновался. Это НЛО, которое летало. Это бесы, это демоны. Ну, почему? Что тут я не могу ответить на этот вопрос? Почему? Если бесы. Почему они убили? Почему был бесноватый? Почему гадаринский грешник и люди боялись проходить, он загрызал их? И бесы изнутри разорвали их. Главное, переломаны ребра. И нигде ни одного пятна нет, запекшиеся гематомы нет. Говорят, удары изнутри, такого не бывает, они пишут-то. И по сегодняшний день все сокрыто. Гриф секретно еще не снятый. Демоны. Почему они ринулись, разрезали и никто не обулся даже? То есть страшилище, о которых Серафим Саровский говорит. Не приведи Бог видеть их. Дальше. Это Арсен Багасян пишет вам, отвечайте. Благодарю за работу, за заботу о нашем здоровье. Пока еще мы живы и додаст вам Господь Бог здравия и рассудительности и чистоты мыслей жизни во Христе Иисусе. В прошлом году мы были с благовестием в Армении. Теперь в Национальной библиотеке Еревана находятся все наши книги 38. Искупались в озере Сиван и это на нашем ролике хорошо видно. Армянская апостолическая церковь истина от Христа и не есть секта. Так, Александр Крич. Здравствуйте, Тихонович. Посмотрел пока некоторые ваши материалы. Ну, теперь я показываю, как Глажина Фефелак говорит. Вот откуда. Какие места Писания. Вот опять, смотрите. Вот один вопрос, и какой ответ. Сколько мест Писания показано в Библии. Люди пришли не к нам, к Богу. И надо допустить их до Бога. И дальше. Так. Ну, прощай, Базин. А, Дятлоса, чтобы все, что нашли следователи и домошние жители, отобразили в ответ, то иной ответ и быть не может. Бесы изнутри ломали их и лишали жизни. А то, что они бладодеют, а понимаете, не в физическом только плане. Да. Яков 4.4. Прелебодей, прелебодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Ну, и тут что-то вопрос, о чем был? Мир вам радоваться, братья и сестры, в общину, в сестер, в милосердие, во имя Святой Равнапостольной Марины Магдалины, при храме Святой Равнапостольной Кирилл и Мефодии РПЦ Многородного Кузнецка. Вы даже прочитайте, что тут говорится. Просто у меня времени на это нет. Ольга Овчинникова, я мать двух детей, мальчики, так получилось, что воспитываю их одна. Пожалуйста, пошлите мне больше материала по воспитанию, буду очень благодарна. Старший сын имеет инвалидность, иногда теряюсь, как правильно в некоторых ситуациях поступать. Мне нужны добрые наставления в правильном воспитании с примерами из жизни. Так хочется, чтобы они хорошими и достойными стали. Ну, я начальник детского лагеря, 44 года, тысячи детей прошли. То есть, действительно, в наших книгах все это описывается. Алексей Захаров, добрый день, скажите, пожалуйста, а белый дьякон может быть неженатым? Кто белый? Белый дьякон. Ну, типа, как белое священное в виду. Ну, если неженатым же, не поставить дьяконом. Сначала жениться надо, или дать обед безбрачия. Ну, Ольге Пузырь, я тут отвечаю. Вот, посмотреть просто, покажи. Екатерина Сысоева. Доброго времени суток, уважаемый Игнатий Тихонович. Я не перепутал отчество. Я очень вам благодарна за ценнейшую информацию о Слове Божьем на вашем канале и сайте. Меня это очень интересует. Вот это что, Дудин гоняется, он получает такие или нет? Я скажу, вовеки веком он не получит никогда. Ну, работайте, знайте Слово Божие, Библию-то не знаете. Людей-то замордовали. В прелести и в гордыне находится все священство. В прелести и гордыне это их. Ирлики. Это их ордена. Прелесть и гордыня. Гордыня и прелесть. Трусец и корысть. Вот чем они опутаны. Ну, дальше прочитайте. Депрессия там проще. Я на это отвечаю. Кира Добровольская. Это такая. Волосы у ней волной. Здравствуйте. Вы не могли бы мне подсказать, правда ли, что девочкам маленьким в храме не обязательно красить косыночки? Если, кавычка, а то я не могу услышать единого мнения на такой вопрос. Если это так, то до какого именно возраста или периода в жизни? Видите, как? Вот она маленькая. Она должна быть в платочке. Вот она лежит в платочке. Вот она в ликере. Ну-ка поднимись маленько. Вот так она. Вот она как. А в церкви она будет по форме одета. Ей один день от рождения уже должны быть платочки в груди матери. А то, как у старобряста, полголовы открыто, полголовы. Да головы-то не закрыты. Дальше я отвечаю. Вот здесь еще, смотрите. Ну и все. На сегодняшний день. Во славу Божию. Слава Христу.